В районах республики начались отчетные сессии. Сегодня председатель госсовета Фарид Мухаммедшин побывал в Болтосях. Там ему презентовали новый микрорайон. Затем глава парламента отправился в соседний Арск. Мой коллега Дмитрий Фтуров обо всем по порядку. На месте чистого поля появился уютный микрорайон западный для переселенцев из ветхого жилья, фронтовиков, вдов ветеранов войны. Рядом спортивный комплекс и больница. Модернизацию клиники начали еще в 2011-м. Обновили, оснастили современным оборудованием. Но полный комфорт зависит еще и от отношения врачей, уверены люди. Врачи смотрят, внимание оказывают. Каждый раз обход сделают, лечение назначают. Пообщавшись с пациентами и пройдя по больнице, Фарид Мухаммедшин отправился на сессию муниципалитета. Основную роль в жизни района играет агропром. В этой сфере заняты более одной трети трудоспособного населения. Денежная выручка от животноводства по итогам прошлого года составила более миллиарда рублей. Но проблем в сельском хозяйстве избежать не удалось. Дала о себе знать двух летний засуха. Да и семейные фермы получается организовать не у всех. Среди нерешенных вопросов низкий уровень зарплаты, отсутствие финансирования в поселениях для благоустройства и ремонта внутрепоселковых дорог, рецепты наиболевших проблем искали на сессии. Крупные какие-то производства здесь теперь в рыночных условиях каким-то приказом не создашь. А развитие предпринимательства малого и среднего бизнеса, которым уже районное руководство последние годы активно занимается, это тот резерв, который позволит стабилизировать промышленное производство в Балтасинском районе. В соседнем Арском районе, так же как в Балдасях, пока не хватает мест в детских садах, жилья для молодых специалистов, нужны новые коммуникации в населенных пунктах. Об этом, что речь на отчетной сессии Арского муниципального совета. Проблемы есть и на местном молочном комбинате. За последние годы руководство холдинга «Вамин Татарстан» не сумело обеспечить полную загрузку комбината, как следствие падения объема производства и задолженность перед сдатчиками молока. Есть и достижения. Активная реализация жилищных программ, жесткий контроль за охраной окружающей среды и, конечно, производство эксклюзивных сувениров местных умельцев. Один из них, резной сундучок, презентовали председателю госсовета. Фарид Мухаммедшин пообещал, что он займет свое место в музее республиканского парламента. Дмитрий Фторов, Эдуард Мухаммедсьянов. Вести Татарстан, Арский и Болтатинский районы.